Световозвращающий жилет с последними изменениями правил дорожного движения стал обязательным атрибутом комплектации автомобиля наравне с аптечкой, огнетушителем и аварийным знаком. Внесли изменения в ПДД именно для того, чтобы во время вынужденной остановки за пределами населенных пунктов ночью людей на трассе было видно издалека. Сегодня автоинспекторы проверили, насколько казанцы осведомлены о новых правилах и есть ли у них жилеты. Нафиса Минязова внимательно наблюдала. Это чувство возникло не только у Гульнары Тимофеевой. Каждый из водителей вначале думал, что остановили его за нарушение правил дорожного движения. Однако предположения вскоре развеялись. Автоинспекторы вербально и материально доносили до водителя последние изменения в правилах дорожного движения. Знаете ли вы, что в ненаселенных пунктах в темное время суток водитель должен пользоваться жилетом со свето-возвращающими элементами? Ага, вот только слышал больше. Не слышал, да? То есть от 12 декабря 2017 года постановление правительства 15-24 внесли эти изменения. У вас есть с собой такие жилеты? В темное время суток, если вдруг ДТП случится? Нет? Тогда мы от ГСОВТИИ вам сделаем такой подарок. Он вам привезет при выезде за город. У большинства остановленных автомобилистов свето-возвращающий жилет отсутствовал. Однако встречались и такие, кто уже до изменений в правилах дорожного движения решил приобрести его себе. Дело говорят не в ПДД. Просто ночью на трассе страшно за свою жизнь. Сами знают, что заметить человека в таких условиях очень сложно. Когда на дороге попадаешься и что-нибудь произойдет, тебе же надо выходить. Это просто самозлашение, что ли. Сегодня автолюбителям были подарены вот такие памятки для водителей. Детская газета с правилами дорожного движения, а также жилет со свето-возвращающими элементами. Которые, как отметили самые водители, так необходимы в темное время суток. Особенно во время дорожно-транспортных происшествий и при вынужденных остановках. Согласно постановлению правительства от 12 декабря 2017 года за номером 1524 о внесении изменения правил дорожного движения Российской Федерации, водитель при вынужденной обстановке, а также при ДТП в темное время суток вне города должен использовать, а также иметь при себе свето-возвращающие элементы. Постановление вступило в законную силу 16 марта. Так, к слову пешеходов, в темное время суток за городом носить одежду со свето-возвращающими элементами законодательно обязали уже давно. Статистика наездов не радует. Теперь при вынужденной остановке в темном месте жилет обязаны надевать и водители. В противном случае чисто теоретические нарушители могут оштрафовать на 500 рублей по статье 1229 Кодекса об административных правонарушениях. При этом обязать иметь жилет всегда при себе никто не может, но при техническом осмотре автомобиля его наличие будут проверять наравне с аптечкой и огнетушителем. Нафиса Минязова, Адель Малахметов, Вызов 112.